Рязанский завод «Красный знамя» имеет довольно длинную и славную историю. Предприятие за более чем полвек работы успешно осваивало и выпускало различную высокотехнологичную продукцию. Главным образом для Министерства обороны СССР. Тяжелыми временами, безусловно, стали 90-е годы, когда государство отказалось от заказов на заводе. И «Красному знамени» удалось выжить только за счет выпуска побочной продукции гражданского назначения – черно-белых телевизоров «Сапфир». Временные вехи сменяются быстро, но на предприятии фиксируют все. Мелочей в истории не бывает. Вспоминаю, что самое тяжелое было то, что нужно было сохранить завод, сохранить лучшие кадры, а получалось, что сокращение как раз и шло по молодежи, которая приходила на завод. Если бы мы не сохранили молодежь в какой-то степени, то сейчас, может быть, и не было бы завода. Сейчас прошлые экономические трудности позади. Завод не только выстоял, но и сохранил научно-производственный потенциал и с успехом выполняет план гособоронзаказа. Экспозиция открывшегося музея «Красного знамени» рассказывает о людях, которые многие годы своей жизни посвятили родному предприятию и оборонно-промышленному комплексу страны. Наше поколение и будущее поколение, все работники завода, должны знать своих героев, историю завода. Как у любого народа не может быть историей без сохранения культуры, языка и традиции. У завода, который я считаю большой семьей, не может быть будущего без памяти от тех, кто создавал завод, работал своими трудом, прославлял его, героев нашего заводского производства. Нынешний генеральный директор «Красного знамени» Александр Мороз заверил пришедших на открытие музея ветеранов, что преемственность поколений на предприятии сохранена. Ведь именно это обстоятельство позволяет коллективу наращивать ежегодный объем производства высокотехнологичной и нужной для государства продукции.